В Черкасской области под выпившим мужчина избил воспитательницу детсада. Все из-за замечания, о чем попросила женщина и что теперь грозит нервному отцу, знает Станислав Кухарчук. Вот уже почти неделю Елену Торченюк врачи не отпускают из стационара. На больничную койку воспитательницу детского сада привезли прямо с игровой площадки. У женщины многочисленные ушибы и сотрясение мозга после общения с подвыпившим отцом одного из ребятишек, которые ходят в сад. Женщина рассказывает, мужчина шел забирать ребенка, просто переступив через невысокое ограждение на площадке. Елена всего лишь сделала замечание, что отец подает плохой пример детям и поплатилась за это. Он переступил, пришел забирать своего ребенка, но тут так он вертается назад. И вот это взмутило, видно, что сделали ему зауважение. Я сейчас покажу детям, покажу всем, как нужно ходить. И пошли вы туда и сюда. Это видео сняли коллеги Елены. Разбушевавшийся родитель, не выбирая выражений, грубит сотрудникам детсада, а затем с кулаками бросается на воспитательницу. Я нарушил что ли? Иди, 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 иди. А? Я сейчас нарушил, я спрашиваю вас. Что вы, б***ь, глазами хлопаете? Я сейчас нарушил, я спрашиваю. От агрессивного мужчины досталось еще одной воспитательнице. Ее он слегка задел во время драки. Но их травма не сравнить с той, которую получили малыши, говорят сотрудники детсада. Мужчина избивал женщин на глазах у детей. Утихомирить мужчину удалось лишь, когда вмешался отец другого ребенка. Спустя несколько дней дебошир снова пришел в садик извиняться. Мол, сам не понял, как так произошло. Ну, через заборчик я переступил, я что-то себе там в голове накрутил, психанувшего. Типа, паршивый папа, паршивый пример подал. Ну, так получилось. Но одних извинений мало, говорят в полиции. Против дебошира уже открыто уголовное производство за умышленное нанесение легких телесных повреждений. И то, что он еще на свободе, лишь дело времени. Санкция статьи не передбачает сразу затримания. Правда скрывается до суду и, соответственно, по меру запобежного захода, будет подаваться клопотание до суду. Максимальный срок, который светит мужчине – полгода тюрьмы. А в садике уже всерьез подумывают об охране. До этого инцидента ее в учреждении не было. Андрей Кровец, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Продолжение следует...